добрый день с вами империя пикчер и сегодня покажу вам как нарисовать броню карандашом а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами будем рисовать в нашем классном скетчбуке от империи пикчер в наборе нас есть промокайка для маркеров но сегодня она нам не понадобится потому что рисуем карандашиком возьмем карандашик мягкости b также вы можете использовать карандаш hb для набросков они хорошо подходят отмечаем середину листа проводим вертикальную линию отверху вниз и выравниваем ее по боковым краям листа измеряя карандашиком это будет центральная линия еще она называется оси симметрии помогает выстраивать симметричные две стороны мы сейчас намечаем лишь силуэтом нашу броню это вот верхняя часть которая надевается на торс поэтому прорисовываем такие как у жилетки рукавчики небольшой такой вырез воротниковый и затем когда прорисовали уже начинаем уточнять советую отрисовать детально сначала одну сторону а затем перенести все измерения на другую сторону так будет проще сверху сделаем у воротниковой зоны такую небольшую толщину и выйдем немножко за края на плечиках у нас будут располагаться такие вот зажимчики которые будут просто обозначены виде прямоугольников они у нас еще будут повторяться чуть ниже вот так вот измеряем расстояние одну часть переносим на другую и выстраиваем симметричную броню тут вот можно все померить вы также можете измерять расстояние снизу до края рукава чтобы понимать на каком уровне они находятся должны на одном находиться потому что броня довольно элемент неподвижный так как она состоит из железа и нисколько не двигается не изменяется как например дело обстоит с тканями с футболками и так далее где может быть такое когда без человека просто одежда смотрится несимметрично снизу у нас будет вот такой идти треугольник тоже будет небольшая толщина и затем более широкая часть уходит вниз и по низу также мы создаем тоненькую такую линию небольшой ширины и там пространство подчищаем ненужный карандаш убираем по краям потом и и асимметрии тоже уберем когда завершим построение намечаем прямоугольнички креплений чуть ниже рукава и в нижней части у нас их всего получилось 6 начинаем штриховать аккуратным раздельным штрихом немного наклоненным по диагонали не выходя за края также штриховать мы можем и по форме а пока вы это делаете вам напомню что нашей художественной школе открылось заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней заходите обучайтесь вместе с нами серединку я оставила потому что у нас так вылета броня что в этом месте как раз таки будет преломление поэтому мы ее оставим дорабатываем тоном до конца мы используем тон средний серый это будет такой наш основной тон подложный и теперь мы заштриховываем нижнюю часть чуть потемнее тем же карандаш комбы все еще работаем можем также начать уже подштриховывать края брони по левой стороне прям по краешку начинаем набирать в том числе и вот эти крепления делая их более темными усиливаем в этих местах просто нажим на карандаш и штрихуем все еще аккуратненько так по толщине сильных и расширяем и до штриховываем нижний бок снизу и с другой стороны мы сделаем аналогичным образом все то же самое затем у рукавчиков тоже сделаем такую прям тоненькую толщиночку и начнем там штриховать аккуратно опуская штрих вниз оставляя небольшое светлое пространство между боком намечаем линию груди и под этой линией то он будет потемнее начинаю заштриховать всю левую часть тут также с левой стороны я делаю расстояние от бока немножечко посветлее и соединяю с верхней частью брони с зоной рукавов тут вот прям дело более линию четкую и затем беру карандаш помягче использую мягкости 2b чем мягче карандашик тем быстрее у вас будет набираться тон заштриховываем ли левую половину она будет темнее чем правая и как раз таки вот тут вот посередине показываем этот перелом можно ластиком подчеркнуть край и усилить тон темный серый на краю тоже и получается у нас контраст белого и темного эти контрасты тональные создают хорошую такую тональную основу для нашего рисунка он становится хорошим необходимо соблюдать чтобы рисунок не был серым и бледным невыразительным продолжаем затемнять левую сторону здесь у нас на верхней части будет такая водочка вокруг плечика и возле воротника тут вот идет тон чуть светлее переходит вниз аккуратненько затемняем также эту часть возле центра и далее уже немножко ослабляем нажим на карандашик а вот эта часть будет более светлой мы делаем туда плану тональную растяжку и здесь даже ластика можно высветлить этот блик тоже немножко притушевываем работаем над рукавчиком затемняем его кое-где также оставляем на нем блик переходим на правую часть тоже и начинаем подштриховывать оставляя светлую полосу посередине под грудью мы тоже заштриховываем там должен быть тон чуть темнее это место должно разделяться отделяться от верхней части также подштриховали под воротничком на плечике только тон уже делаем более спокойный чуть светлее потому что с правой стороны нас краски идет источник света с левой стороны тень то тут можно поднабрать еще боковиночку в процессе рисунок может немножко затираться поэтому вы можете периодически поправлять себя здесь у нас тоже обводим нашу линию сверху и снизу затемняем левый край и у середины также обозначают этот перелом формы дальше идет часть посветлее и все равно тоже по правой стороне и возле центра мы немножечко приглушаем и снова подчеркиваем по четче верхнюю линию нижнюю линию пластика можем так вот вы из эти верхние части и добавить бликов и тут на свету в местах где у нас проявляется свет в большей мере почищаем пространство около брони брони добавляем еще там блики на середину по левой стороне высветляем по контраст не что было по правой стороне но правая сторона быть немножко потемнее и вот такая броня карамбашом у нас с вами получилось присылайте ваши результаты к нам в инстаграм мы с удовольствием их посмотрим и публикуем у нас на странице ссылка на инстаграм в описании к видео напомню что рисовали мы в нашем классном скетчбуке империя пикчер смотрите какая классная у него обложка найти разные варианты обложек вы можете в нашем магазине на валберес по ссылке в описании и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч